Знаете, сегодня удивительная тема у меня, и я думаю, вам всем будет интересно по одной простой причине. Это как раз и есть та самая причина, по которой огромное количество людей в мире отказываются делать бизнес сетевой или Амвея. Это причина, когда вы только начинаете предлагать кому-то и говорить фразу, а хочешь ли ты что-то добиться в Амвее, знаешь ли ты Амвее и так далее. Или первое, что вам говорят, я не буду продавать. Есть среди вас те, кто не будут продавать или не любят или так говорили. Я думаю, некоторые поскромничали, потому что я думаю, процентов 99 так и думали. И вот на самом деле, если бы не продажа, может быть бы я намного большего добилась бы в Амвея. Знаете почему? Потому что мне как философу, преподавателю вуза, там человеку, который занимается наукой, там политикой и так далее. И тут мне предлагают и что-то рассказывают о порошках. Естественно, я ничего не слышу, я понимаю только одно. Знаете, как нас учили обычно? Вот во всех американских фильмах, там если ты продавец, если ты занимаешься торговлей, если ты бизнесмен, ты хороший, положительный, ты миллионер. А как у нас? Если ты продаешь, значит ты обманываешь. Если ты в гастрономии, ты не довесил колбасы. Если ты в гастрономии, ты не довесил там сахарного песка. Вот у нас продажа всегда связана с обманом. И каждый человек боится просто этого слова, когда говорят там продавать, это что-то страшное. Когда мне первый раз сказали, надо продавать, а мне нужны были деньги очень. Я думаю, надо вот эти 30% заработать. Вот первая наша продажа, я всегда о ней рассказываю. Почему? Потому что это пик того, как не надо делать, не должно быть. Нужны были деньги, я позвонила богатым родственникам, потому что что бедным предлагать, зачем им надо. И с температурой 42 сказала, вы знаете, у нас тут есть американская продукция. Потом у меня уши заложила, я не помню, что уже я говорила. Что-то рассказывала о порошках отбеливателей. Когда мне стало легче с ушами, я только услышала одну фразу. Лариса, ты меня не слышишь, ты принеси все, что хочешь. Там, ну, долларов на 300 принеси, мы купим. Я всю ночь не спала, потому что я не могла так рассчитать продукцию, чтобы она была 300 долларов с наценкой. Она то получалась 302, то 298. Я никогда не могла найти. В итоге я положила одну металлическую губочку, чтобы, в общем-то, одну штучку, чтобы сошлось. И вот две большие спортивные сумки. Мы с Рауфом в машину и поехали к этой родственнице. Когда приехали к ним, он поднял эти тяжеленные сумки, поставил в дверях и сказал, ну, давай, ты с ними там разберись, я тебя подожду в машине. Я простояла там минут 30-40. Он поднялся, говорит, чего ж ты не идешь? Я говорю, их дома нету. Я не могла нажать звонок. Это на самом деле было не для меня. Я философ, там самосознание, дефиниция, там и так далее. И тут вот сумки эти большие, черные, знаете, хорошо, не клетчатые. И он говорит, ну, нет, так нет, давай поехали обратно. И когда забирал сумку, вот так поворачивался, взял, нажал звонок. Ну, тут открывает хозяйка и говорит, вы где? Мы вам там наготовили еды. Мы говорим, не-не, мы вам в дверях отдадим и уйдем. Ну, это были очень близкие люди, в общем-то. Ну, Рауф, естественно, ушел. Я зашла внутрь. Что я говорила? Я, видно, говорила вообще не в попад, потому что она сказала, оставь потом по телефону мне объясни, что делать. Просто отдала эти 300 долларов. Я пришла домой, посчитала прибыль, отложила. Месяца два эту прибыль не трогала. Вдруг захотят обратно, вдруг не понравится. Вы знаете, я помню это состояние и насколько я была глупой. Ведь дело в том, что без понятия продажи или без умения продавать человек вообще не может жить. Для меня продажа – это был торгаш. Да, человек, который продает за прилавком или ходит с кулечками. На самом деле любая продажа – это продажа идеи, продажа самого себя. Это продажа продукта, это продажа идеологии, это продажа близких, когда мы учители говорим, да, мой ребенок такой умный, такой классный, так рисует там, ну и так далее. И самое главное, что я поняла в нашем бизнесе, знаете, в чем ошибка всегда? Почему сложно предлагать какую-то продукцию? Почему таки многие так и не могут научиться? Знаете, в чем секрет? Хотите знать? Дело в том, что вот то, что говорила сейчас Юля, это не продажа, это презентация. Она рассчитана в основном на дистрибьюторов, на то, чтобы получить информацию. Если вы хотите продать, то не надо презентовать, не надо рекомендовать, не надо просто передавать информацию, а каждому человеку лично решать какую-то его проблему. Всегда есть четыре сомнения, которые есть у продавца. Сомнения, по какой причине он может, в общем-то, не купить тот или иной продукт. Но для начала, до того, начнем с того, что все-таки надо уметь продать, это значит передать информацию, это не стоять за прилавком. Поэтому не бойтесь слова, когда я говорю продать себя. То есть это каким-то образом передать о себе информацию. Передать о том, что да, я достойна этого продукта, я могу о нем говорить. Я идеален в этом отношении, я могу предлагать. Опять же, я вспомню одиннадцатый тезис Маркса Фейербахич. Воспитатель должен быть воспитан. Если вы предлагаете косметику, у вас должно быть идеальное лицо. Если вы предлагаете шампунь, и на голове мало волос, и вы скажете, вот, давай пользуйся этим шампунем, и у тебя вырастут волосы, и, как говорит Задорнов, а вдруг не на голову попадет шампунь, а на другую часть тела. И вот представьте себе, надо быть идеальным. Если это моющие средства, на самом деле запах, внешний вид, без пятен, а то, когда приходят, знаете, там, тут пятнышко, говоришь, а что такое? Не отстиралось. И человек предлагает этот продукт. Надо продать себя. Надо быть идеальным в этом отношении. Второе, вы знаете, наверное, все-таки, это не просто продать сам продукт, а узнать проблему человека. Все время думают. Если продажа, это надо много-много говорить и много всего рассказать. Правильно? Успеть рассказать. Я видела, как минут 40 продают, допустим, зубную пасту. Да, делаете так. И рассказываете о ней абсолютно все. Абсолютно все о ней рассказываете. В общем, начиная с того времени, как появилась первая паста, ее состав, где Е, 212, 215, 218 и так далее. На самом деле передача информации это умение вначале выслушать. Вы знаете, вот умение молчать, это один из огромнейших и сильнейших признаков продажи. Если вы помолчите, вы узнаете, что нужно человеку. Поэтому продажа – это в основном молчание. Это умение увидеть по жестам, по внешности, по словам, по выражению лица, что нужно данному человеку. Только потом предлагать ему какой-то определенный продукт. Продукт, когда вы предлагаете, конечно, само предоставление того или иного продукта должно получаться в какое-то определенное время. Знаете, если вы позвоните в 2 часа ночи и скажете, что есть классный пятнобводитель, да, или в 3 утра там помада, ну, еще хуже, если в 7 утра в момент определенных действий позвоните и сказать, что у нас есть клетчатка, как там у вас дела? Есть такая реклама слабительного. Действует очень мягко, спокойно, даже не нарушает ваш сон. Поэтому, для того, чтобы нам начать продажу, мы ее начнем с продажи идеи. Как ни странно. Знаете, почему с продажи идеи? Для того, чтобы легче потом тренироваться на продукте. Какая у нас идея? Идея иметь хороший продукт, идея заработать на продаже, да, в нашем бизнесе. И идея просто сделать этот бизнес. Я хочу попробовать продать этот продукт. Опять же, как и любая продажа, она не бывает общественной. Она должна быть нацелена на определенного человека. Если это маркетинг-план, персонально каждому человеку. То, что будет презентация для всех, это одно. А вот для каждого человека надо сказать что-то свое, что-то важное, что-то даже необычное. Поэтому сам маркетинг, его условия, то, что написано, это план. А вот мотивационная часть, она всегда очень важна для конкретного человека. Потому что, когда я один раз просто сказала, и сидело два человека, я сказала, что, вы знаете, этот бизнес для того, чтобы передать по наследству, чтобы легче было вашим детям и так далее, оказалось, что эти два человека бесплодны. И это было очень нетактично. Поэтому сначала научиться слышать. Продать идею всегда очень легко. Надо записать обязательно фразу. Надо сказать всегда то, что готов услышать сейчас человек. Не то, что хотите сказать вы, как это обычно происходит. 11-й компанией я сама попросила принести мне воздухоочиститель. Когда принесли этот воздухоочиститель, представитель компании, она исчезла куда-то минут на пять. Я жду, тороплюсь и так далее. Говорю, ну, позовите ее. Ну, в общем, оказывается, она одевала там жемчуг, подправляла волосы, чтобы зайти ко мне. И в итоге заходит ко мне с этим воздухоочистителем. Потом заносит штук пять книжек, таких раскладок. И, в общем, напротив моего стола становится такую стоечку. И говорит, сейчас я вам расскажу о воздухоочистителе там. Ну, я ей говорю, вы знаете, мне не надо рассказывать. Можно я просто посмотрю те данные, которые меня интересуют. Беру книжку, смотрю. Она говорит, нет, нет, я должна вам рассказать. Я говорю, вы знаете, я специально сказала, я уже знаю, где это ваш воздухоочиститель, мне просто надо выяснить некоторые параметры. Она час мне не давала выйти. Она не давала мне дотронуться до книжки. Она говорит, нет, вы должны меня выслушать до конца. Ведь когда я приглашала ее, я приготовила деньги, я уже готовилась купить, я сама ее позвала. Понимаете? Ну, в итоге я ей сказала, вы знаете, мне не подходит ваш воздухоочиститель, спасибо. Потом она звонила, наверное, больше года. Дело в том, что она не хотела услышать меня. Вот очень важно, если вы предлагаете идею, не предлагать того, что хотите вы. Это всегда та ошибка, которая вначале была у меня, когда я рассказывала маркетинг-план, любую другую идею, то, что я хотела сказать. Я считала важным рассказать о путешествиях. Я считала важным рассказать там до уровня коронованного посла. А на самом деле человеку это не нужно. Поэтому очень важно говорить только то, что готов услышать человек. Второе важно при продаже идеи ориентироваться на определенный статус, какие-то половые различия, может быть, там религиозные и так далее. Почему? Потому что второе важнейшее условие – это быть абсолютно тактичным. Опять же, хоть ты продал идею, хоть ты продал продукт, надо быть очень тактичным. Это большая продажа, чем даже сам продукт. Потому что люди первично, первый раз покупают не сам продукт. Они его еще не пробовали. Они его еще не знают. Что они покупают? вас. Саму фирму, которая представляет тот или иной продукт. Но ни в коем случае не продукт первый раз. Поэтому всегда очень важно быть тактичным. У меня одна Люся есть, она все время вот так разговаривает с клиентами. Ну что, хотите там, допустим, фильтр? Человек говорит, нет, вы знаете, я не хочу фильтр, у меня там есть настольный фильтр. Вы что, с ума сошли? У вас что, вообще культуры нет? Мир изменился. Сейчас главная вода. Так, говорит, ну вы понимаете, сейчас у меня нету в планах купить фильтр. Изменим ваши планы. Все нормальные люди в мире сейчас покупают только фильтр. Вон, накупила себе кофточек, золото и ходит без воды. Что это такое? И вот она, когда так разговаривала, я все время сходила с ума, потому что хотелось в этот момент ее убить. потому что вроде она хочет добро, да? И не понимает. Потом, когда я говорю, Люся, что ты говоришь вообще? Она говорит, а что такое? Ну дура? Нет. Да, ура! Я ей говорю, я говорю, зачем? Зачем ты так сказала? Она не может. Ей просто в этот момент очень сильно надо продать. Продать свой продукт, но не решить проблему того человека. Это, знаете, как? Женщина приходит в магазин и говорит, мне нужна детская коляска. Продавец говорит, вам какая? Если хотите, чтобы чаще гулял гулял с младенцем ваш муж, я вам предложу эту коляску с пепельницей и с открывашкой для пива. Надо предлагать то, что сейчас решит проблему человека, а не просто предлагать продукт, потому что я им пользуюсь. Знаете, обычно там, я им пользуюсь, ты тоже должен пользоваться. Знаете, у нас как это? Поэтому, когда видят с амвеевским кулечком, обычно обходят. У нас есть одна очень активная дистрибьютор, они много лет никак не могли начать делать бизнес с амвеем. И когда она пришла, она была вот такая злая, вся так на меня смотрела. И я говорю, Наташенька, а почему у тебя такое настроение, почему такое отношение? Да, хозяйка, у которой мы живем, она занимается амвеем. Она весь день ходит за мной. А у тебя лак амвеевский для ногтей. Так говорит, нет, ваши ногти испортятся. Скоро почернеют, там столько яда. А у вас пудра амвеевская? Так говорит, нет, кожа скоро испортится. А кремом каким вы пользуетесь? А они молодые, там, тогда им было лет 25-27, говорит, ну вот, я покупаю какой-то крем. Скоро на тебя никто не будет смотреть. Будешь вот ходить, пожмаканная вся. И она говорит, я от души ненавидела амвеи, потому что мне просто пытались все, что я делала. Вот на самом деле продавать то, что решит проблему человека, а не то, что хотите вы в данной ситуации. Когда мы говорим, возвращаясь к идее, вы знаете, я, наверное, все-таки сделаю немножко по-другому. Есть вот среди вас, по крайней мере, не те, кто в партере, а вот справа, слева от меня кто-то, кто считает себя вообще вот таким идеальным продавцом. Хорошо продает. Что такое? Никто не хочет сюда ко мне на сцену, чтобы я потренировалась на вас. Эх вы! Есть! Один нашелся, и второй тоже. Как приятно. Я думала, сейчас ползала сюда прибежит. Мы делаем такой эксперимент. Вы берете любой продукт Амвеевский сейчас и просто продаете его мне. Коротко, несколькими предложениями. Хорошо? Думайте. Или вам надо думать? Нет, два хватит. Да, пока хватит. Быстро только. Какой зубной пастой пользуетесь? Я вообще ничем не пользуюсь. Давайте думайте. Вы думайте. Сейчас посмотрим, что вы мне предложите. А что мне предложить? Тоже самое, зубную пасту? Нет, что-нибудь другое. Что-нибудь другое? Что бы вы мне предложили? Даже не знаю, у вас много что есть. Ну, допустим, тот же самый супер наш порошок. В смысле, для одежды? Ну, я не стираю белье. А как же вы тогда его... Кто-то стирает, меня это не интересует, химчистку стоит. А что бы хотели вы от компании Amway? А я вообще ничего не хочу. Я бы с ювелирного магазина что-нибудь взяла, например. Ну, от Amway пока ничего. Я вообще не знаю, что это такое. А вы хотели бы узнать? Нет, мне времени вообще нету никакой. И уж никак не найдется свободной минутки? Нет, у меня муж есть. Хорошо, у меня тоже есть жена. Ну, если я захочу, это мне не помешает, конечно. Мы можем прийти как-нибудь к вам в гости, или вы к нам, мы приглашаем. Вы с женой прям приходите? Да. И проведем большую презентацию, вы узнаете много о компании Amway. И может быть какой-нибудь продукт вас интересует. Вот смотрите, я же говорю, меня не интересует, да? А он все равно говорит, вы приходите и услышите. Притом, еще мы с женой к вам придем. Завтрак, обед, ужин, знаете как? Потом еще вам презентацию сделаем. То есть, испачкают все, что можно дома, да, мисочку, подайте, стаканчик дайте, я вам тут коктейль сделаю, тут там это там и так далее. Нагрузка идет. Вот давайте попробуем, давайте что-нибудь я вам продам. Пожалуйста. Хотите? Давайте. Ну, допустим, пирожок. Я не хочу есть. Вот, я сейчас не спросила же у вас, вы хотите или нет. А вы уже предложили. Да, я ему пирожок не буду предлагать, я лучше предложу ему витамины, потому что я так чувствую, что проблемы с кишечником, наверное. Вот давайте определимся вот так. Когда я предлагаю любой продукт? В данной ситуации, конечно же, я могу предложить, допустим, как мужчине безоговорочно и по возрасту пенку для бритья, да? Но сказать, что я вам сейчас предлагаю пенку для бритья, это значит ничего не сказать. Или почему я хочу вам сейчас предложить. Давайте сделаем вот так. Первый раз, когда я купила одну американскую пенку для бритья, для мужа, он первый раз ее использовал на лицо и сказал, мне она не нравится. Он уже привык к какой-то пенке, которая ему всегда нравилась. И говорит, мне она не понравилась, что-то у меня с кожей немножко не то, дерет там, ну и так далее. Но так как получилась предыдущая пенка совсем закончилась, он вынужден был несколько недель пользоваться этой пенкой. Когда она закончилась, уже прошло несколько месяцев, и не было этой пенки, я думаю, ему не нравится, я пошла купила опять ту же пенку, которую он пользовался когда-то. Так он несколько дней ходил не бритым, потому что сказал, больше я этой пенкой не буду пользоваться. Потому что любой наш продукт просто надо, ну как бы, попробовать. И когда ты его пробуешь, учитывая то, что это соответствует цене, потому что очень долго используется. Учитывая то, что после пенки не нужно наносить крем, потому что вот для эксперимента я иногда просто пенку беру, вместо крема наношу на руки, можете дома попробовать. Не останется ни мыла, ничего абсолютно. То есть просто будет ощущение увлажненности кожи. Плюс ко всему фирма дает гарантию. Если вам не понравится продукт, вы его можете вернуть и получить обратно деньги. Ну, отвечайте что-нибудь. Честно, не любуется, но с пенкой компании Амвэй. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Туда передайте. Спасибо большое. Вы знаете, вы плохо хлопаете, которые за... Очень важно и главный секрет продаж это заранее ответить на все вопросы. Это фраза, которую надо запомнить навсегда. Это заранее ответить на все вопросы. Допустим, есть зубная паста, есть порошок, есть витамины. Все потребители, все ваши клиенты всегда будут задавать одни и те же вопросы и будут иметь одни и те же возражения. Например, давайте. Например, цена, экологичность, что еще? Качество продукта, длительность, состав. Так вот, по каждому продукту можно всегда собирать какие-то возражения. Знаете? И отвечать. И если вы хотите продать продукт, надо сделать так, чтобы не осталось потом возражений, чтобы вы ни в коем случае не спорили, когда человек задает вопрос, а сколько стоит этот продукт? Ты ему говоришь, ну, допустим, он стоит 500 рублей. Не, это дорого. Да, не дорого это, да? Вы должны заранее ответить на этот вопрос, что цена соответствует качеству. В данной ситуации для себя надо знать. Я хочу купить дом за 100 тысяч рублей и за 100 миллионов. Понятно, какой дом вы купите и где вы его купите? В каком-то селе, где-то в дальних краях от Москвы или рядом с Москвой. Поэтому, имея вот это восприятие, очень легко объяснить. Ну, допустим, если это та же самая зубная паста, когда мы говорим, цена соответствует качеству, абсолютно без вредных веществ, там, ну и так далее. Отвечайте на все вопросы и это есть момент продажи. Одним предложением отвечаю вот на эти вопросы. Я понятно сказала? Всем понятно, да, что я имела в виду? То есть вы заранее ответите на все возражения и в то же время предложите продукт тому или иному человеку. Если вернуться к пирожку, может, я его съем? Он свеженький, он... Это вообще... Я просила пирожок, а тут сосиска в тесте. Смотрите, я его могу предложить вот таким образом. Ну, такое мучно-сосисочное изделие. Посередине какая-то сосиска с какой-то мукой. Ну, ничего так пахнет. В общем, в принципе, можно съесть. Пока еще нет. Это ты все ешь подряд, а другие пока нет. Хоть и худейшие. Второй вариант. Тут мука из твердых сортов, пшеницы. От нее не поправляются. Сосиска на 90% состоит из мяса. Смешно. Я понимаю, обычно на 0,9%, но в данной ситуации это исключение. Да? У вас всегда будут возражения. У вас сейчас есть в душе возражения, чтобы вы мне ответили. А если я скажу... Ну, я все-таки не буду ее кусать. Я, допустим, откусила. Говорю, боже, как вкусно. Какой запах. Как приятно. Борис. Я получила истинное удовольствие. Вспомнила студенческие годы, потому что тогда сосиски были вообще из мяса. И мне это доставило удовольствие. Плюс ко всему, я не поправлюсь, потому что твердый сорт опшеницы. Да, мне очень нравится. Вкус обалденный. Никогда нельзя возражать против моих эмоций. Если вы называете данные о продукте, да, порошок состоит из того-того, стирает то-то, то, делает то-то, то, то, всегда будут возражать. А если мне нравится порошок, я вижу, как он у меня отстирывает, отбеливает, что вы скажете? Нет, тебе не нравится, ты врешь. Нет, тебе не понравился пирожок, ты просто так сказала. Нет, надо продавать только эмоции. Вот эмоции покупают всегда. Знаете, почему эмоции продают всегда? Потому что мы всегда доверяем не продукту, мы доверяем ему только после того, как его мы испробовали. Следующее – это уметь продать время. Знаете, как продается время? Вы когда-нибудь покупали время? Продать время – это значит быть состоятельным человеком. Когда у Виталия Кличко после очередного выигрыша спросили, скажите, пожалуйста, вы два брата столько зарабатываете денег? Ваш один бой сейчас в Германии, вы получили за него 50 миллионов евро. Зачем вам столько денег? Он сказал, все деньги я зарабатываю для того, чтобы покупать время. Чтобы то, на что я трачу свое время, не могло стоить денег, буду делать только то, что нужно мне. То есть продать даже всегда можно время, когда вы просите кого-то вместо вас что-то сделать. Когда вы заплатили кому-то что-то выполнить вместо вас, вы выигрываете время. И понятие счастья, о чем говорила Юля, что будьте счастливы, счастье – это важно. Это как тот бомж, когда стоит очередь в магазине, и бомж такой смотрит на них, хотя говорят, да, не в деньгах счастье в очереди. Это уже научно доказано, не в деньгах счастье. Ученые говорят, даже не в одежде. Ученые говорят, даже не важно, какая у тебя квартира. Ученые говорят, даже не важно, где учатся твои дети. Счастье – это вот состояние души, это ты сам, это твое восприятие мира. Тут вылезает бомж, смотрит в зеркало, на себя, естественно, сверху вниз, говорит, так вот какое оно ты счастье. Наше восприятие счастья таково. Плюс, очень важно, когда мы рассказываем о продукте, не перехвалить его. Вы знаете, как обычно перехваливают продукт? Когда я вам расскажу, как мне первый раз рассказали про порошок и отбеливатель. Сказали, кладешь старую грязную половую тряпку. Я, как и многие из вас, нашла самую, что ни на есть. И сказали, бросаешь в отбеливатель с порошком, и потом ждешь, через несколько часов ты увидишь те цветочки, которые были на этой ткани, которых раньше не было. Ну, мое подсознание, ожидая эти цветочки, бывшие на этой ткани, сразу представило, скорее всего, когда я вернусь домой, оно уже будет с бирочкой лежать на полочке. Совсем новая тряпка. И, представляете, вот любую старую вещь взял, засунул, и все новое. Когда я пришла, достала из ведра эту тряпку, я сказала, вам, вы, не работает, порошок не работает. Всегда, когда перехваливают продукт, когда о нем говорят много, это всегда обратная информация. Это всегда обратная реакция человека. Поэтому лучше всегда не дохвалить. Потому что, когда человек использует тот или иной продукт, пусть он лучше вам скажет, спасибо большое за то, что вы мне предложили что-то большее. Очень важно, когда мы говорим о продаже, правильное отношение средств массовой информации. Вы должны соотносить всегда себя с обществом. Знаете почему? Ну вот большинство из вас, наверное, видели эту передачу «Дешево и сердито». Смотрели эту передачу? Которую ведет Дарья Донцова. Она хороший, достаточно писатель, но в делах дома не очень хорошо разбирается. И вот поэтому та реклама, которая идет в средствах массовой информации, или поддержит, или некадивно отразится на вашем продукте. Например, в Киеве у меня произошло такое. Когда шла одна из передач, я потом обзвонила всех лидеров, и многих говорю, передавайте людям, пусть они в интернете посмотрят еще раз эту передачу. Передача касалась фильтра для воды, ну, которого у вас пока нет, но я просто хочу сейчас объяснить суть. Она сказала, что фильтры для воды сейчас очень дорогие, не очень эффективные, поэтому мы вам предложим, кто-то видел, наверное, эту программу, как очищать воду. Они принесли бутыли 20-литровые в студию. Надо отрезать 4, как минимум, бутыля сверху вот этот пластик. Первый пластик покрыть марлей в 12 слоев и взять из другой бутылки из-под крана воду, перелить в эту бутыль. Потом во второй надо положить 12 слоев марли, туда положить штук 80, активировано угля таблеток, и еще раз эту воду перелить во вторую бутыль. В третью бутыль на дно положить шунгит, из этой второй бутыли вылить в эту бутылку, где есть шунгит, и подержать там 12 часов, и только потом выпить чашку кофе. Ну, я представила, что Дарья Донцова, утром просыпаясь, начинает вот эти бутылки переливать, чтобы выпить чашечку кофе. о бактерии, о науке, о отношении. Знаете, я всегда говорю, я не хочу жить дешево и сердито. Я хочу жить очень дорого и очень весело, потому что мне это всегда доставляет больше удовольствия, я думаю, вам тоже. Когда мы говорим о продаже, один из интимнейших моментов, это вопрос, связанный с деньгами. Мы обычно его обходим, мы начинаем говорить, это не так уж и дорого, это приблизительно стоит там 50 тысяч рублей, это недорого, ну и что вы? Все нормально, вы можете использовать тот или иной продукт. И человек, советский человек, как считает, колготки выбрасывать нельзя, потому что там можно укладывать лук, да, или помыть посуду. И вот когда вы говорите 50 тысяч рублей, что он начинает думать? Он начинает сразу рассчитывать. В продаже расчеты должны быть заранее подготовлены, но не официально, как презентация. Опять же, на человеческом языке, когда вы объясняете, попробуй, ты увидишь, насколько это экономно. Поэтому я всегда, когда у меня спрашивают там, скажите состав пасты, ну, например, да, я прикололась к этой пасте, просто основной, скажем так, продукт. Когда говорят состав пасты, я говорю, а я не знаю, хотя я его знаю наизусть. Я говорю, я не знаю. Говорят, почему? Я говорю, а у вас какая дома паста? Колгот говорит, о, такая хорошая паста. А там что в составе? У нас там похожее. Я знаю, что человек вообще не знает, что там в составе той пасты, которая у него дома. Он никогда в жизни в магазине не смотрел состав пасты. Это просто он у меня спрашивает. И точно так же по поводу цены. Знаете, у меня есть самый такой любимый в последнее время анекдот. Как блондинка и адвокат летели в самолете. Адвокат такой самоуверенный в себе человек говорит, девушка, мы будем лететь так долго, ну, давайте посидим, поговорим, во что-нибудь сыграем. Девушка говорит, ну, давайте сыграем. Он говорит, давайте будем задавать друг другу вопросы. Если я вам задам, вы не ответите, то вы мне дадите 5 долларов. Если вы зададите мне вопрос, и я не отвечу, то вы, я вам дам 500 долларов. Блондинка говорит, хорошо. Он говорит, каково расстояние от Луны до Земли? Ну, блондинка ничего не думает, достает 5 долларов, отдает адвокату. А он говорит, теперь ваша очередь. Она говорит, что такое, на трех ногах поднимается в гору, а на четырех опускается? Ну, он бегом думает, ищет. Нет, пошел в туалет, включил интернет. В общем, ну, что это такое, что? В общем, уже приземляются, ему неудобно. Он возвращается, говорит, извините, я не нашел, нате вам ваши 500 долларов. Он говорит, ну, только скажите, пожалуйста, так что это такое, что на трех ногах поднимается, это на четырех спускается. Она молча отдает ему 5 долларов. Это расчет, это возможность правильно понять цифры. А теперь давайте правильно поймем. Вы знаете, у меня, я недавно делала ремонт на кухне, и у меня был такой случай. Нужно сделать венецианскую штукатурку под мрамор, под цвет мрамора. И приходит мастер, я ему говорю, вот мрамор, надо под этот цвет сделать венецианскую штукатурку. Он уходит, приходит с образцами штук 15, через две недели, и вообще в другом оттенке, в другом цвете. Я ему говорю, вы понимаете, мне надо коричневое, с белым, с золотым отливом, как в мраморе. Он говорит, хорошо, понял, я пойду сделаю. Опять уходит на две недели, опять возвращается, и опять приносит совсем другого цвета. Я ему говорю, ты, наверное, меня не понял, ты видел, сфотографируй, пожалуйста, мрамор, чтобы ты видел, какого цвета надо. Он говорит, я вам завтра принесу. Приходит завтра, и опять другого цвета. Я ему говорю, слушай, ты русский язык понимаешь? Он так обиженно, да, конечно. Я говорю, слушай, что-то у тебя с головой не то, это рабочее, я могу сказать, это не амвей. Или у меня что-то с мозгами не то, ты можешь меня один раз услышать? Сделай такого цвета, как мрамор. Он говорит, давно бы так сказали? Люди очень часто не слышат, они просто не слышат то, что вы говорите. очень важно убедиться, услышали они вас или нет. Жена ночью просыпается, говорит мужу, милый, возьми меня. Он говорит, дорогая, не беспокойся, сегодня мы никуда не едем. На самом деле, одно и то же слово можно понять совсем по-разному. Чуть поздно доходит, я поняла. Умение нашей фирмы создавать продукт идеальный практически, огромном количестве, так нельзя говорить, но он приближен к идеалу. Например, я сегодня ночью включила и посмотрела, что такое химический пилинг. Сколько он стоит, что он дает женщинам? Это очистка лица, тех оставшихся, ороговевших частичек кожи, сложившихся в течение 30-40 лет, наслоенных 10, 20, иногда 25 слоев, уже склеенных природным материалом, лицо обмазывается кислотой. Зачем выливать кислоту? Вот когда кому-то выльют лицо кислотой, это как будто сделали пилинг. Просто дозировки разные. Так вот, представьте себе, кислотой обжигают все лицо. В России это стоит в размере от 70 до 80 тысяч рублей. Это, скажем так, один этап стоит вот таким образом. И после каждого, скажем так, полуэтапа надо 2-3 недели находиться дома, пока ожоги с волдырями отойдут, и вместо них придет новая кожа. Теперь в Амвее есть пилинг, восстанавливающий пилинг, которым не надо обжигать. Это идеальнейший продукт. Пожалуйста, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю просто придумали технологию, как вот эти клейкое вещество, которое соединяет ороговевшие частички, разрушать и очищать. И просто ничего, нанес 10 минут. Пожалуйста, результат. Через день нанес 10 минут. И опять результат. Ребят, не надо ни ожогов, ничего. Посмотрите, технология другая. Абсолютно другая технология. Можем мы ее предложить? Кому не нужно вот выше там 30-40 лет? Потому что если 10-12 лет восстановление кожи 95 процентов, если ближе 30-35 годам 68 процентов, то выше 60 лет это восстановление кожи на уровне 20 процентов. ну практически, скажем так, больше половины женщин, те, кому нужна, обязательно нужен этот пилинг. Просто надо правильно предложить технологию. Саму технологию объяснить, а не просто состав, который имеется в наличии того или иного продукта. Вы знаете, я еще хочу вспомнить одну вещь про продажи и про Амвэй тоже. Если вы хотите результата, вот все время думаю, почему у одних людей что-то получается, да, и продажа, и бизнес, а у других нет. Потому что одни все-таки думают, я пошла работать. Вот смотрят на наш бизнес, на продажи, на все, как на работу. Чтобы Амвэй имел результат, он должен стать смыслом жизни. Вы должны предлагать продукт, предлагать идею. Не потому, что вы на этом можете заработать деньги. Это должно стать нашей сутью. Мы должны предлагать и идею, и продукт, и бизнес, как будто, не как будто, а когда это становится нашей сутью. Тогда вам не надо будет думать, ой, кому мне позвонить, ой, кому что-то предложить, ой, как объяснить, ой, а получается или нет. Это должно стать смыслом нашего сутью. когда амвэй становится в тебе и ты убежден на сто процентов вот тогда этот бизнес не делается он происходит практически сам собой потому что это должно быть в нашей сути это должно быть в нашем сознании когда ты предлагаешь просто потому что ну как у кого-то заболело горло ты знаешь что предложить это не означает если ты предложишь там стриптоцит или что-то да ты хочешь заработать денег эта рекомендация должна стать нашей сутью и продукт предлагать не в смысле сейчас я тебе продам вторая продажа у нас была такой наша одна дистрибьютор сказала я договорила там директрисы где-то давайте пойдем предложим им продукт ну мы взяли клетчатых штук 5 сумок с продукцией и поехали на одно предприятие часа два с половиной она сказала я сама буду продавать она доставала каждый продукт из этой сумки о нем рассказывала вот каждый ну моющие чистящие там средства там для тела дезодорантики вот такое это говорила уже уставшая такая хорошо я это беру моя дистрибьютор так улыбалась потом она говорит нет пока мне это не надо ну ладно значит следующий продукт она да я это беру там и это тоже да хорошо а это мне не надо ну ладно вот представьте себе два с половиной часа рассказ о всей моющей чистящей серии о всем что возможно в итоге то заплатила ей по продажной цене все это посчитали она получила разницу мы с ней спускаемся по очень узкой лестнице и рав тоже рядом был мы были втроем и тут когда мы дошли по крутой очень такой узкой лестнице вниз она сказал подождите и вместе с этими частью этих сумок то что еще было не продано стала по лестнице между нами возвращаться обратно то удивилась когда увидела ее она пришла опять расположилась на в том же кресле разложила опять те же самые вещи и стала в сумке искать что-то руками ну мы все стоим в удивленном состоянии ждем что же она хочет и в итоге она из какого-то кармашка достает спрей для дыхания и говорит вот это я забыла вам рассказать тот человек на протяжении 7-8 лет не отвечает ни на один звонок телефона она тогда купила продукцию наверняка на и сейчас у кого-то покупает но не у того продавца если не купили у вас это не означает вообще не купили это значит на сегодня не купили у вас тот или иной продукт если не захотели делать с вами бизнес это значит у вас не купили идею понимаете потому что только стартовый капитал виде первого второго стартового пакета вам не нужно изучать технологии кремов моющих средств посуды и всего остального и body кей за вас эти технологии проводят ученые другие за это отвечают вам не надо сертифицировать вам не надо арендовать помещение вам не надо придумывать идею вам не надо придумывать продукт почему же люди которые смогут здесь зарабатывать очень часто в геометрической прогрессии иногда отказываются они отказываются не за мвэ не за продукции просто не совсем удачно может быть мы объяснили суть или же человек просто эту суть не понял или он не услышал или он не то слово не так понял поэтому на самом деле уметь продавать все я первый раз рауфа на день рождения когда были вам вы и подарила туалетную воду оппортун потому что я научилась продавать абсолютно все и когда на следующий день он пришел домой сказал а где моя туалетная вода я сказал я его продала будет как я же уже пользовался им я говорю ну чё люди пришли домой я им рассказала и продала не купили у меня даже на чте поэтому я сейчас могу продать абсолютно все бумажку листик пирожок водичку которая энергетически сейчас посмотрите как тут насытилась все что можно обувь все что где-то найду потому что я это делаю не ради того чтобы заработать деньги а ради того чтобы доставить кому-то из вас огромное удовольствие удовольствие в том что вы будете иметь тот продукт который вам нужен которого вы долго ждали и о котором вы может быть очень мало знаете для того чтобы сделать бриллианта знаете не надо работать для того чтобы сделать какой-то более высокий уровень достаточно делать чуть чуть больше чем другие но то что я вам могу предложить на сегодняшний день это те праздники которые мы все ждем о которых мечтаем и вот эти там десять дней праздника а может лучше не ехать на дачу не сажать картошку не отмечать с друзьями не делать там что-то а просто сделать чуть больше звонков чуть больше разговоров чуть больше добра людям чуть больше помочь им с продукцией чуть больше передать свою энергетику а еще очень важно передать свой позитив вот это состояние жизнь на самом деле она уникальна тем не тем что она есть она уникальна тем как мы ее воспринимаем давайте хотя бы сегодня и завтра до завтрашнего вечера чтобы не было ни одной секунды в которой вы не прочувствовали бы счастье счастье общения между нами счастье принадлежности к этой фирме счастье принадлежности к вашим спонсорам счастье принадлежности к самому себе и к своей семье согласны будем счастливы эти дни только абсолютно полностью я вам желаю именно такого счастья я желаю именно такой удачи и самых огромных достижений даже те которые для вас сегодня фантастичны спасибо 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 спасибо